Ария Кришна, у нас сегодня программа будет состоять из лекции. Затем будет маленькая инициация, которую мы не завершили в Канакова. Здесь присутствует один кандидат из Петербурга, который не мог присутствовать там. Он получит здесь имя четкие. И затем будет концерт. Какой-то необычный концерт, я слышал, будет. Классический. В Петербурге все классическое. Настоящее. Никаких подделок не будет. А сейчас будем читать настоящую Бхагавадгиту, как она есть. Ом-намо Бхагавате Васудивайя 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 Гуньевьяшчапарамметти мадбхавам садигачати. На? Нет. Аньям? Другого. Гуньевья? Кроме материальных гун. Картарам? Исполнителя. Яда? Когда? Раштат? Наблюдатель. И видит, как оно есть. Гуньепья? Гунь природы. Ча? И парам? Трансцендентного. Ветти? Знает. Мадбхавам? Моей духовной природы. Моей духовной природы. Сах. Он. Атигачати. Достигает. Перевод стиха. Тот, кто видит, что все в материальном мире совершается гунами материальной природы. И кто знает Верховного Господа, запредельного этим гунам, достигает моей духовной природы. Здесь как бы косвенно описывается, комментарий прочитаю позже. Будем читать и обсуждать. Здесь косвенно описывается местонахождение Духа или Высшего Духа или Бога. Вот так, таким образом, нужно искать его, по таким уловом зрения рассматривать. Ну, наука ищет все в пределах времени и пространства. Здесь другое измерение описывается. То, что еще не освоено современной наукой. Таких измерений физики не знают качественных, как гунны материальной природы. Отчасти потому, что законы физики, они наблюдаются в пределах проявленной материи, как они сами говорят. Уже эфир, пространство считается для них нематериальным. Они называют это нематериальной субстанцией. Почему? Они объясняют так, что он не имеет свойств. Нет свойств. Если нет каких-то физических предметов в пространстве, мы не видим пространство, оно невоспринимаемо, там нет никаких свойств. Нет доказательств, что это материя. Но материя, она присутствует в пространстве. Вот с этого они начинают как бы науку. С того, что в пространстве есть уже какие-то объекты материальные. Вот они поддаются изучению, потому что имеют свойства. Их можно изучать, а эфир нет. Но в Пуранах описывается, что эфир имеет свойства. И все мы читаем, мы читаем книги Пропады, мы знаем, какое свойство эфира. Он способен проводить звук и тонкие формы. Это факт, доказанный физиками. Это научно, доказано сейчас. Мы пользуемся эфиром, пространством. Безвоздушное пространство переносит звук и тонкие формы. Можно передавать на это состояние. Есть такие приемники, передатчики, смартфоны, где угодно. Они действуют вне воздушного пространства тоже. В эфире. Они сами говорят, в эфире. Передача в эфире. И используют также это слово. И, конечно же, над пространством, над грубыми элементами, это самый тонкий элемент. Из грубых есть еще более тонкая материя. Она не фиксируется даже звуком. Это ум. Ученые ничего не знают об этом. Хотя пользуются умом. Они пользуются умом, но не осознают, не осмысливают, что это за энергия, что за свойства энергии. Над умом еще и с разумом, и об этом современная наука, конечно, еще не знает. Так сказать, научным способом недостижимое это знание. Ну и что уж говорить о душе. Так много энергии выше нас, которых просто мы понятия не имеем, даже как ученые. И здесь, говорится, вот там, за пределами этих энергий есть парабьема духовное пространство. Или здесь, как говорится, Верховный Господь за пределами гум материальной природы. Любых материальных качеств. И он также пронизывает это творение. То есть он здесь присутствует фактически невидимым образом, как-то здесь пребывает за пределами эфира, ума и разума этих земли, воды, огня и воздуха эфира. Где-то за пределами за пределами чего? Качеств. За пределами этих качеств. Вот как здесь описано. Гум. Качеств. Вот он поиск. Вот он угол зрения. Вот на что нужно обратить внимание. Нам, если мы хотим найти научно, осознать существование Бога, то есть высшей жизни, источника жизни, причины творения, причины космоса, причины живых существ, причины разнообразия, причина всех причин. Здесь дается это описание. Но качество, в этой главе описывается, сложно постичь человеку, находясь под влиянием этих качеств. Вот эта сложность, вот эта наука требует освобождения от низших качеств. Здесь описывалось уже в предыдущих сетях, что нижние качества есть высокие качества. И как мы это с вами поймем, как определим, что низкое качество, что высокое качество? Ну вот невежество, говорят, низшее качество. Скорбь, агрессия, гнев. Способы насилия всевозможного. Как мы знаем, что это низшее качество, что это плохо, низшее качество, плохое качество? Как мы это определяем? На собственном опыте? Это научно. Это чисто научное определение. Опыт каждого говорит, я не хочу над собой никакого насилия. Не надо на меня кричать, гневаться. Я не хочу болеть. Вы заразные, не подходите ко мне. Это низшие качества, я не могу с ними согласиться. Это противоестественно моей природе. Смотрите, не нужно этому обучать. Я просто знаю это. Смотрите, знания есть. Но если я сам обладаю этими качествами, я их не вижу. Вот удивительно какая вещь. Иллюзия этого материального творения. Качества повергают в иллюзию мое сознание, мой ум, чувства, мое осуждение, мой разум, мои оценки. Стоит мне самому заразиться гневом и насилием, я не вижу в себя недостатков при этом. Смотрите, я не думаю, что это что-то неправильное. У меня есть целая философия, которая оправдывает мои поступки и качества. Что вы мне критикуете? Я могу все объяснить, потому что вы меня не слушаете. Вот и все, это ваша проблема. А я прав. У меня на то есть всякие основания. Я могу найти массу подтверждений того, как живые существа выживают за счет агрессии. Это закон природы. Вы посмотрите, клыки и когти даны для чего? А человеку разум для чего? Чтобы побеждать, применять эту силу нужно, достигать цели. И природа подтверждает столько примеров. Но почему же ты отвергаешь ту природу, когда она по отношению к тебе поворачивается этой стороной? Ты душа и ты не хочешь этого. И вот здесь говорится, пока человек находится в определении материальных качеств, он не сможет понять истину. Истинную концепцию жизни. Какое бы качество не проникло в мой разум, такова будет философия. А если качество невежества проникло в мой разум, философия будет моя. Философия невежества. Я центр всего. Я главное действующее лицо. Я самая важная личность во всем творении. Эгоцентризм. Это философия эгоцентризма. И я хочу наслаждаться жизнью. И не только наслаждаться, а хочу, чтобы меня еще уважали и даже подчинялись мне и прославляли меня. Если страсть проникнет в разум. Я хочу быть богатым и красивым. Хочу быть умнее других. И слава меня очень сильно беспокоит. Все, что должен делать, делаю я. Должен разрадить славы либо, либо радить богатство. Должен быть награда. Я просто так не действую. Я не глуп. Страсть мне говорит. Должен получать за свои усилия достойную плату. Достойную оценку. И я стараюсь, чтобы мне дали эту достойную оценку. Ради славы. Эта страсть проникает в разум. И человек пользуется этой философией. И абсолютно убежден, что это истина жизнью. Посмотрите, мир так устроен. Факт. Столько подтверждений научных. Но если гуна благости проникает в разум. Он видит истину. Уже начинает видеть реальное положение вещей. Он видит, что жизнь качественно едина во всех формах. Существование. Но это редко. Никто сейчас так не видит. Мы это и знаем из Бхагавадгиды просто. Но если мы спросим друг друга. А вот как насчет страсти и невежества. Мы скажем, есть опыт. Есть опыт. Я узнаю о том, что вы говорите. Это очевидно для каждого сейчас. Опыт распространенный. Мы это прекрасно понимаем. Но если речь идет о гуны благости. Третьей гуны. Высшей гуны. Ее мало сейчас. Поэтому человек будет сомневаться. Думать, что это как-то непрактично. Утопично. Неприменимо, что ли. Вот эта доброта такая, знаете, беспредельная. Разве можно так выжить? Пользуясь беспредельной добротой. И как можно быть счастливым просто из ничего? И как можно видеть душу в материальных телах? Кто это сказал? Но нет такого опыта в страсти и невежестве. Покрытый гунами человек не видит душу. Не видит жизнь. Саму жизнь не понимает. И даже себя не понимает. Он думает, если он получает какое-то высокое положение. Вот она жизнь успешна. Вот он кто я и доказал всем. Но когда все теряет. Он жить не хочет. Он не понимает себя вне каких-то материальных атрибутов. Поэтому он сильно радуется, когда что-то приобретает. И очень сильно печалится, если что-то теряет. Вся его жизнь подвержена сильным стрессам. То сильная радость, то сильная скорбь. Вот такие вот сложности. Нужен психолог, психиатр, больницы, медикаменты. Нужны много-много лекарств. Снимать какие-то симптомы. Сейчас стресс, собственно, это главный бич современного общества. Даже для молодежи. Уже так, даже так. И мы знаем, что особенно молодые люди, они с очень большим трудом переживают стрессы. Очень болезненно. И нередко они падают вниз. Наркотики или думают, потому что это особо убийство уже в юношестве. Потому что их разум очень хрупкий, нежный, не огрубевший. Чтобы выжить в этом мире, нужно либо огрубить свой разум, либо освободить разум. Иначе просто мы в больницу попадем с вами. Или просто не сможем выдержать испытаний. Мы упадем, мы деградируем, мы станем асоциальными, мы станем какими-то хиппи, у которых нет ни обязанностей, ни семьи, ни сил, ни способностей, ни талантов. Нет ничего. Поэтому либо разум огрубляется, то есть должен человек стать чёрстым к страданиям, собственным и чужим страданиям. Не нужно никаких состраданий, не нужно никакого смирения, нужно стать гордым, тщеславным, укрепиться в этом. А для этого нужна практика. Как мы знаем, обмануть первый раз, серьёзно обмануть, смошенничать, это не так просто для человека воспитанного. Но это вопрос практики. Пару раз нужно сделать это и всё. И вы уже утверждаетесь. Особенности находите общение соответствующее. Так же убийство. Не думайте, что так просто взять и убить человека, но это кто-то делает. Нужна подготовка определённая. И это нужно сделать раз или два, и тогда вы утвердитесь в этом. Вот так действуют гуны материальной природы, гуна карма. Вы делаете, и качество прибавляется низшее, вы грубеете. И ещё делаете, и ещё прибавляется. И люди говорят, вот вы стали сильным, могучным. Вы не боитесь, можете убить кого-то. Вы отсидели и снова ходите. И снова можете убить. Вы очень опасные, очень серьёзные человеки. Даже в тюрьме вас уважают и боятся. То есть такой путь тоже может быть. Но это взаимодействие гун материальной природы. Мы видим на улицах людей, которые одеваются по-разному, по-разному себя ведут. Они наблюдают друг друга, они общаются, пытаются как-то выглядеть. Они думают, что вот этот мир разнообразен, интересен. Столько людей, столько домов в Петербурге красивых, каналов, столько труда. И правда, разве не так? Великий город. Но шастры говорят, это город, построенный при помощи великой иллюзии. Это всего лишь на все гуны материальной природы. Вот и всё в соответствующем сочетании. Ничего более. Тут говорится, что человек глупый. Очень глупый, значит. Не просто глупый. Он думает, что он действующий. А на самом деле действует материальная природа. Его ум – это всё ещё материальная природа. Его разум – это всё ещё материальная природа. А кто же действует? Ум, разум, чувство, органы восприятия и приборы, машины, которые создаются этими же инструментами. Действует материальная природа. Я-то тут при чём? Я – инструмент, которым управляет материальная природа. Одно из последних новшеств науки. Отчёные загрузили человека датчиками, его голову, его мозг. И посадили за компьютер, где показывали какие-то предметы. Может быть, я сейчас сожгусь в каких-то деталях, но суть эксперимента в том, что когда появляется на экране какой-то предмет, человек должен назвать его характеристику, нажать кнопку соответствующую. И вот, смотрите, датчики прикреплены. Импульс приходит за 7 секунд до того, как человек нажмёт кнопку. И импульс от мозга, решение приходит раньше, чем он это сделает за 7 секунд. Как только появляется задание, мгновенно проявляется импульс, в то же мгновение, не думает. Но через 7 секунд после импульса у человека приходит решение, он принимает решение сам, как будто бы нажимает кнопку. Зачем сказали, он не сам принимает решение. Импульс уже есть. Откуда импульс? Как только он видит что-то воспринимает, импульс уже есть, что делать. Через 7 секунд это становится его решением. Что-то происходит в этом механизме, какая-то трансформация восприятия. Смотрите, ведь я же так и думаю, я вижу, я думаю, а на самом деле нет. Этот импульс посылается мне, но я говорю, я вижу, я думаю. Этот импульс посылается откуда, вот я не знаю откуда, поэтому я думаю, я вижу. Если ты видишь, посмотри внимательно. На улице видел одного ребенка, мальчика. Он к ним подошел, что-то подарил. Я увидел в этот момент, как он смотрит на меня. Для него я уже очень взрослый человек. Он себя никоим образом не отождествляет с моим возрастом. Он вообще не думает, что к нему это как-то относится. Не так ли? А я же как его вижу, что он очень скоро станет таким же, как и я. А он этого не видит. Но кто-то этот импульс дает мне и ему. У меня один импульс, у него другой импульс. Я понимаю, что не я это вижу. Это реальность. Это просто реальность. Это даже не нужно видеть. Глазами. Реальность глазами вы не увидите. Глазами вы увидите различные импульсы. А реальность находится внутри, за пределами этих всех гунн материальной природы. Прежде чем воплотиться что-то на материальной платформе, сначала проявится реальность. Она тоже жива и подвижна. Реальность не застывшая. Это жизнь реальность. И вот жизнь, она воплощается в материю. И вот этот импульс к жизни есть в самом живом существе и в сверхдуши, который подтверждает наше желание. Желание это и есть тот самый импульс. Что бы мы ни хотели в этом материальном мире, это можно исполнить. Этот мир очень сложный и огромный, могучный для того, чтобы можно исполнить любые желания материальные. Любые желания. Но не все можно исполнить желания здесь, в данном конкретном месте и времени. А вот прямо сейчас и здесь. Нет. Во времени и пространстве ты должен это осуществить, прожить жизнь и совершить определенные усилия, если у тебя есть желания. Поэтому этот мир как бы не волшебный, мы говорим. Вот мы хотим, но без усилий не получаем. А волшебный мир, когда мы хотим и получаем без усилий. Оно само приходит. Просто рот раскрываешь и все. Это волшебный мир. Мы хотим создать волшебный мир. Вот этот мир, но не волшебный или не совсем волшебный. И все же он волшебный. Мы заезжали сегодня в подворотню нашего двора. Достаточно было просто кнопку нажать. Даже не при торможевой машине ворота открываются сами. Я подошел к двери подъезда. Достали такую штучку специальную. Только приложили. Дверь открылась. Потрясающий чудесный мир. Волшебный. Представляете? Загадите в комнату. Просто нажимаете пальцем. Щелкаете. Люстра забирается. Просто, знаете, господин. Все для вас. В холодильнике открываете. Полный. А если там еще ваша жена живет, то уже обед готов. О, вы вообще. Волшебный мир. Да, только для этого нужна жена, деньги, ученые. Столько. Много всего нужно. Трудиться еще. Платить, платить, платить. Каждый день за свет, за электричество. Вот такой странный мир, в котором мы живем. Гуны материальной природы. Когда гуны вращаются. Это интересный момент. Гуны вращаются под влиянием времени. Не мы вращаем гуны. Генератор вращается. Дает электричество. Так. Это называется. Гуна карма. А вот мы за карму уже платим. За все эти. Пользование гунами мы уже платим. Если мы думаем, что за пользование нижней гуны мы не платим, мы ошибаемся. Даже чтобы стать дураком, нужно заплатить хорошую цену. Кто-то думает, что чтобы стать мудрецом, нужно заплатить хорошую цену. Да. Учиться. Нужно столько учиться. Столько усилий. Нет. Но чтобы стать дураком, тоже нужно совершить немало усилий. Нужно еще решиться на это. Хотите? Так никто же не хочет. И тем не менее, столько дураков вокруг. В России две главные проблемы. «Дураки и дороги» сказали, да? Писал писатель. Достаточно людей, которые вот в таком качестве пребывают. Они могут выйти оттуда. Безусловно. Под влияние высшей энергии. Но в качестве невежества они не осознают присутствие высшей энергии. Хотя имеют опыт страха. Этот опыт доступен для людей в гуне невежества и страсти. Опыт жизни. Страх и желание. Страх и желание. Страх и желание. Два импульса. Вот и все. Поэтому религия для таких людей дается в таком же духе. В ад главное не пойти. И желания, чтобы были исполнены. Так люди обращаются к Богу, потому что не видят Его, не знают. Потому что на самом деле, если вы на самом деле живете с Богом, вам не нужно ничего бояться и нечего больше желать. Это за пределами всех этих проблем, которые мы сейчас описали, вращающихся в этом мире. То очень плохо, то лучше, то очень хорошо, то очень плохо, то лучше, то очень хорошо. То смешная какая-то вещь, то скука, то радость, то печаль, то боль, то радость. Все это постоянно вращается, вращается, вращается. Потому есть страх. Все меняется, все не постоянно. Особенно, если мы чего-то достигаем возвышенного, великого, богатого, есть страх всегда потерять это, утратить это. Все боятся и состарятся глубоко. Не бойтесь. Ничего страшного в этом нет. Естественный процесс. Конца не будет. Где пропад? Конец. Вы были юноши, перестали быть юноши, конца же нет. Были младенцы, перестали быть младенцами, конца же не наблюдается. Так вы состаритесь, но конца не будет. И умрете, тоже конца не будет. Гуны всегда вращаются, но душа, здесь говорится, сверхдуша за пределами гун. Вот это нужно постичь. Мое истинное сознание, истинное существование не в этом измерении. Сюда опущенное, как бы, снизошло мое сознание, энергия души. Сама душа не подвластна гунной материальной природы. Она находится в ловушке. Никак не связана ни с материальным телом, ни с этими элементами. Но из-за иллюзий думает так. То есть иллюзия сильнее меня, это факт. Иллюзия это энергия Бога. Где начинается иллюзия? И где заканчивается иллюзия? Даже мудрецы не могут понять, как это работает тонкая ловушка. Но шасты все же говорят, как не попасть в иллюзию, как выйти из иллюзии. Все очень просто. Но революционно. Поэтому я даже не знаю, говорить или нет. Хотя это город же революционный, Сан-Петербург. А, я скажу. Аврора стоит еще? Ремонтируют. Да, да, мы готовят уже, видите. Аврора уже ремонтируют, поэтому надо подготовиться. Так что мы начнем уже подготовку к революции. Ну, держитесь. Я надеюсь, что здесь все трансцендалисты. Так, все трансцендалисты. Тогда можно сказать хорошо. Но то я скажу, что шастры говорят. Я не знаю. Я не распознал еще иллюзию. Но шастры говорят. Иллюзия заключается в том, что есть мужчина и женщина, и все. Как только с этим будет покончено, мы освободимся от иллюзии. Вашнав, или преданный Вишну, или преданный Кришну, именно тем отличается. Что он не подвластен женским чарам. Вот это его характеристика. Это абсолютно духовная личность. Не подвластен женским чарам. Вот и все. Вот и вся иллюзия. Причем, смотрите, все живые существа подвластны женским чарам. Но женщины скажут, нет, не все. Не все мужчины смотрят на меня, допустим. Также не все живые существа смотрят на меня. Но они не все знают об этом. Например, паук не смотрит на человека. Паук смотрит на паучиху. А там восемь ног. У человека всего две ноги у женщины. И то какая сила смотреть. Тут восемь ног. Ему не до человеческих женщин. У него гораздо круче. Там эротика, так эротика настоящая. Если кто-то хочет, можно стать пауком. Такие шутки, видите. Слон, когда смотрит на слониху, он без ума. Вы медитировали на слониху когда-нибудь? Не получается как-то. Не идет медитация, правда? Вкуса нет. Но у него есть талия. У нее есть бедра. И все остальное. Но вам как-то все равно, правда? Вы должны не отличать слон с слоней, как это все равно. Иллюзия не действует. Но на кого-то действует. На слона действует. Но заметьте, пожалуйста. Он такой же возраст, как и мы, только отрисляясь с определенным типом тела. И смотрите, для него уже готова приманка. Для каждого из нас готова приманка в этом мире. Для каждого из нас. Чтобы оставаться в этом мире. Это и есть задача иллюзии. Это шастры говорят об этом. Такие жизни было уже множество раз, когда мы женились, разводились, выходили замуж, рожали детей и все остальное делали. Мы делали в каждой жизни. Либо хотели очень этого делать. И либо мы были сильно счастливы, либо сильно разочарованы, либо просто терпели, когда это все кончится. Все это уже было. Мы повторяем тот же самый опыт. И это означает, что существование материальное никогда не закончится. Самсара. Но шастры говорят, как прожить счастливо и эту материальную жизнь с противоположным полом и достичь духовного совершенства и то и другое. Вы не можете человека от иллюзии силой. Он будет страдать. Страдать не должен человек. Если кто-то чувствует, что ему нужен противоположный пол, шастры говорят, освященный брак. Вступай туда. Вот в таких условиях. Это как раз способ выхода из иллюзии. Если это брак не освященный должным образом, нужна наука сейчас, образование, чтобы объяснить, что такое освященный брак. Нет, это не просто обряд в церкви пройти или где-то в храме. Не так. Не обрядовая деятельность. Сознание. Взаимоотношения определенные. Эта наука утрачена. Согласна. Сейчас брак не имеет такой священной основы уже. Но тогда иллюзия остается. Ради того, чтобы преодолеть иллюзию, нам необходимо получить это образование. Особенно в Санкт-Петербурге. Это же столица бывшая России. А сейчас столица – это культура России. Факт. Вы думаете, это не сработает? Сработает. Например, Новая Зеландия – это первая страна, если сейчас приняла официальный закон, что все животные, которые живут в стране, признаны равноправными жителями этой страны. Закон. Вы не имеете права причинить насилие никаким животным, живущим в этой стране, в Новой Зеландии. Закон защищает их. Не только те, кто в Красной книге. Все признаны полноправными жителями этого места. Такого не было еще. Видите? Значит, что-то происходит. Теперь нужно разобраться, как отношения мужчины и женщины строить. Вот здесь говорится. Нужно сначала разобраться, кто мы за пределами ГУН. Тогда мы сможем строить эти отношения. Вот в чем секрет. Потому что все остальное – иллюзия. А иллюзия означает «моя иллюзия». Понимаете? Я тут господин, в этом иллюзия. Я тут не господин, но я так думаю, я эту иллюзию поддерживаю, я так образован. Я хожу семью, как господин, как хозяин. А она, как госпожа, как хозяйка. И что же происходит в результате? Очень сложное сочетание. Дикое сочетание какое-то. Где боль, обиды, несчастье. Ненужные дети никому потом. Разводы до ненависти. А все потому, что иллюзия так действует. Иллюзия сводит всех оживых существ, а затем разбрасывает их в стороны низшей гуны. Потому что они чувствуют отвращение. Сначала привлечение, а потом отвращение, привлечение, отвращение. Ищут, ищут друг друга, пережеванного. Доставляют беспокойство. Соберите дюжину собак в одной комнате. И они перегрызутся там. У них нет духовного образования. Они знают, как жить в мире. Потому что каждый думает, я собака. И я собака. Вау! Вот такая природа собаки. Что тут поделать? Я опираюсь на свою природу. Я доверяю своей природе. А я человек. Я мужчина. Я женщина. Гав тоже. Я доверяю своей природе. И результат точно такой же. Животные по животному грызутся. Люди как люди, но тоже грызутся. И не только грызутся. Уже создали ядерное оружие. Видите, как разумеет человек. И культивировать невежество можно до того момента, пока оно все не разрушит. Затем начинается новый виток цивилизации. Истории человеческой. Заново все. Такие цивилизации были уже множество раз. Разрушает гуна невежество. Захвативший разум человека. И ему кажется, что он правее всех. Всех нужно просто уничтожить. Потому что я самый правый из всех. Я должен продолжать жить. Остальных нужно просто уничтожить. Это последнее решение низшей гуны природы. Человека ненавистничества. А до этого что? Индивидуализм. Самоизоляция. Закрывайте двери. Никто не нужен. У нас у каждого свой мир. Мы уже подходим к этой границе. Смотрите. Это законы гун материальной природы. Они работают последовательно. Шаг за шагом. Очень научно. Очень хорошо работают. Очень точно. Поэтому можем прогнозировать. Что же будет после этого шага? Будет следующий шаг. А потом? Будет следующий шаг. А потом? Атмаха. Мы убьем себя. Это веды. Это знания. Это не просто притчи какие-то. Которые описывают несчастные случаи. Или счастливые случаи. В жизни. Описываются законы бытия. Но здесь говорится. Что за этими законами бытия. Нужно поднять свой разум. То есть нас не должно слишком интересовать. Ни невежество. Ни страсть. Ни даже добродетель мирская. Но интересовать то что за пределами гун. То что вечно. Дизгита об этом говорится. Комментарий я еще не читал. Человек может выйти из сферы действий всех гун материальной природы. Получив авторитетное знание о них. От осознавших себя душ. Изначальный духовный учитель это Кришна. Который сейчас открывает духовное знание Арджуни. Точно так же и мы должны получить знание о деятельности гун материальной природы. От тех. Кто обладает совершенным сознанием Кришны. Иначе мы никогда не достигнем цели жизни. Внимая наставлением истинного духовного учителя. Человек получает знание о своей духовной природе. О материальном теле и чувствах. О том как он попал в ловушку материальной энергии. И был загипнотизирован гунами материальной природы. Пока человек находится в объятиях материальной гун. Он беспомощен. Но осознав свое истинное положение в процессе духовной практики. Он получает возможность достичь уровня духовного. Само живое существо не является исполнителем действий. Оно вынуждено действовать потому что находится в материальном теле. Котором управляет та или иная гунна материальной природы. Но вот с чего мы взяли что мы сами действуем? Мы же действуем из страха. Мы вынуждены так действовать. Почему мы едим? Потому что мы умрем без еды. Да. Это серьезная проблема. Если не будет пищи мы просто умрем. Мы боимся остаться без пищи. Но мы так не думаем. Я ем потому что хочу. Мне нравится есть. Да нет. Ты просто не выживешь без пищи. Тебе ничего другого не остается делать дорогой мой. Тебе приходится есть. И по милости Бога процесс приятный может быть. Вот и все. Нет. Ты же создал процесс этот. Наслаждающийся. Мне нравится есть. Но ты ни пищи не создавал. Ни языка собственно не создавал. А если ты не будешь есть ты просто умрешь. Мне нравится общаться с протяжным полом и жениться. Я не хочу учиться. Хочу жить. Да ты просто будешь несчастным если ты не будешь иметь этих отношений. Ты прекрасно это знаешь. Ты будешь самым несчастным в мире существом. Поэтому ты боишься просто. Идешь в эти клубы. Может кто-то на меня посмотрит. А если ты уже под 40 думаешь ну все конец моей жизни. Все конец. Тяжелое состояние. Видите. Я просто вынужден это делать. Не то что мне это нравится. Нравится не нравится. Делай. Будешь делать. Любовь зла. Реальность то другая. Вот посмотрите. С чего то мы взяли что мы всем этим просто наслаждаемся. Мы просто должны. Вынуждены. Хотим или не хотим. Действует материальная природа. Как вы с ней можете соперничать. Немыслимо. Она же сотрет порошок. Никакой психиатр потом не справится. Поэтому мы это делаем. Конечно же. Бог это создал эту темницу тоже с уважением. Хоть мы и вынуждены подчиняться. И страдать. И делать. И работать. Трудиться. Все равно создал здесь любовь. Дает возможность. Любить. По-настоящему. Быть настоящим человеком. Жертвовать. Есть. Великие ценности. Высшие ценности. Но без помощи тех, кто хорошо знает духовную науку. Мы не в состоянии понять наше реальное положение. Только обратившись к истинному духовному учителю. Мы сможем осознать настоящее положение дел. И это понимание даст нам возможность укрепиться в сознании Кришны. Человек, сознающий Кришну, не подвластен чарам материальных гунн. Как было сказано в 7 главе, тот, кто предался Кришне, выходит из-под влияния материальной природы. Человек, способен видеть истинную природу вещей, постепенно преодолевает влияние материальных гунн. У всех есть опыт здесь сидящих. Как? Что значит выйти из-под влияния материальных гунн природы? Здесь проходят большие праздники в Санкт-Петербурге, большие киртаны. Во время киртаны все это могут сознавать, что мы можем находиться вне гунн материальной природы. На какое-то время можем подняться и увидеть, боже мой, вот это да! Я даже представить такого не мог. Это все существует прямо во мне. И можно пробудиться и жить в этом сознании Кришны. На самом деле можно. Но сначала мы должны утвердиться в этом через практику. Мы заметили, что пока мы практикуем, мы в сознании Кришны. Если не практикуем, нам труднее будет сознание Кришны. Потому что есть Аханкара, надо давить материально, ниши гуны еще оставить. Нужно делать долго, прежде чем все эти ниши гуны вообще покинут наше сердце. Вообще они еще возвращаются же. Они же возвращаются, они ушли, но не вернутся. И мы знаем, зная это мы продолжаем практику каждый день. Что когда вернется эта гунн материальной природы, дверь будет закрыта. Она уйдет как будто бы снова, но снова вернется. Но она придет, но дверь будет закрыта. У нас есть решимость. Она снова уйдет. И снова придет с друзьями. Но дверь будет закрыта. Потому что есть шастры, есть разум. Кришна дает этот разум, да даме будь йогам там. Ты сможешь прийти ко мне, невзирая на влияние гунн природы, и дверь будет закрыта. Она попытается выломать эту дверь. Но Кришна сильнее. Эта дверь не ломается, если она закрыта. Она возможна только, если мы откроем сами эту дверь. Сломать он ее не сможет. Поэтому не нужно бояться этой иллюзии в этом смысле слова. Если мы в сознании Кришны, Кришна надежно защищает от этого. Есть хозяин этой иллюзии. Есть высшая сила. И мы находим прибережьего этой силы. И в конце концов она выходит и больше не возвращается. Не возвращается. Все. Харе Кришна. Но проблем. Живите, как хотите, говорится. Если вы любите Бога, живите, как хотите. Вы свободны. Вы больше не соприкасаетесь с гунной материальной природой. У вас здесь нет никаких материальных обязанностей на этом уровне. Даже родственники скажут, что у него нет никаких материальных обязанностей. Не пошлют вас на работу. В этом сознании Кришны никто вас даже на работу не пошлет. Никто вас даже денег ожидать не будет. Понятно будет, что ждать нечего. Если человек сходит с ума, это плохой пример. От него не ожидают, что он будет принять деньги. Не так ли выполнять свои обязанности? Это плохой пример. Но в хорошем смысле такие примеры тоже есть. Когда человек с ума сходит, от любви к Богу. Нет необходимости жить в гуннах материальной природы, потому что нет кармы. Можно жить и под другим законом. Не думайте, что только нищенство, а не это и есть духовный удел людей освобожденных. Нет. Чистый приятный Кришны владеет всеми энергиями Кришны. Кришна дает ему распоряжение. Но у него просто есть особенность. Он для себя не использует эти энергии. Вокруг такого человека все будет процветать. Сам же он ничего для себя не будет желать. Но вокруг него все будет процветать. Сам же для себя ничего не будет желать. Это самый чистый уровень сознания. Духовную жизнь современные люди превратили в какое-то, знаете, жалкое, непривлекательное существование. Такое, знаете, страдающее существо. Несчастнейшее. Поэтому некуда податься, кроме как только к Богу. Вот он и плачет, и плачет, и плачет. Уже не думает, что это духовная жизнь. Такие представления преобладают, нет? Ну, сейчас уже, может, меняются представления. Но вот я, когда воспитывался в России, я слышал про какое-то. Вот это духовная жизнь, говорят. Вот это духовные люди. Вот когда у тебя все, все потеряешь в жизни, вот тогда станешь духовным человеком. Тот, кто плачет над потерянным всю жизнь, оставшуюся, это духовный человек. Вы верите в это? Нет. Духовный человек, который ест постоянно просад, пирует, танцует, бегает по всему городу, книги распространяет, ко всем пристает, пожертвование с них собирает каким-то образом, волшебным. Преданно искусно в этом. Занимать людей в преданном служении. У них такая вера, потому что для себя они ничего не делают. Не могут сколько угодно денег у вас забрать. Без всякой, без зарядной совести. Потому что ни копейки от вас не нужно на самом деле. Они придут, это все в храм надо, чтобы храм существовал и все. Я сейчас так, может быть, грубо это все представляю. Нет, преданно искусно, это уже своя культура, высокая культура. И уважение ко всем людям, естественно. Но также есть миссия. Люди не должны жить для себя, потому что жить для себя означает гарантированные страдания, адские условия жизни в конечном итоге. Жадность приводит к полной разрухе. Вожделение приводит только к конфликтам и насилию. Зависть приводит, я не знаю почему, это самое худшее качество. Это жизнь змеи практически, которая копит яд. Это адские мучения уже при жизни, если зависть проникла в сердце. Мусарамбам в этой чаре был взять амокха, был браманом. Но он был завистливым браманом. Такое тоже случается. Браман не должен завидовать, иначе какой же браман? Вот этот браман завидовал. И зависть означает, что увидите недостатки только в окружающих. А в себе нет. Это проявление зависти. И Господь Читания пришел в дом Сарамбамбатачарии, потому что Сарамбамбатачария просто мечтал. Это была мечта его жизни, пригласить Читанию Махапрабу в свой дом, чтобы накормить его просадом. Почему? Потому что он видел, что Верховная Личность Бога сейчас в форме саньяси живет. Он принял саньясу, Бог, представьте себе, в этом мире принял саньясу. А это означает, что он должен есть вот всего лишь горсть риса и спать на жестком, то есть аскезой раз в день или два в день. То есть правила предписания саньясу очень строгие. Господь Читания был идеальным саньяси. Но Сарамбатачария подумал, он так ведет себя, чтобы дать пример. Верховный Господь пришел, чтобы проложить путь к преданному служению. И он показывает, как живет саньяси. Когда он был домохозяином, идеально жил как домохозяин. Теперь он саньяси, он живет как саньяси. Он подумал, если я приглашу его к себе без спутников, а одного, вот я тогда его накормлю в соответствии с его положением, как Бога. И он придумал там целую, знаете, теорию, как его заманить, обмануть, Махапрабу. И он сказал, я бедный, грехастая, почти что нищий, поэтому мне нет слишком много там блюд, я не могу принять никого кроме тебя одного. Я не приглашаю от своего сердца, приходи, отведай обед в моем доме. Читание Махапрабу знает и прошлое, и настоящее, и будущее он все знает. Он просто улыбнулся. Сказал, хорошо, Сарамба Матчарь, я выполню твою просьбу. Поскольку он был таким великим, преданным, у него было столько любви, Читание Махапрабу согласился отобедать как Бог в этом качестве. Но без свидетелей. Сарамба Матчарь три дня готовил этот обед вместе с женой. Там несколько страниц читания Чиритамрита, нужно читать, что было приготовлено. Там можно язык слюной просто, знаете. Потому что это были блюда. Как в Санкт-Петербурге над джинмаштами, наверное. Мы однажды здесь приготовили где-то 108 блюд, что-то такое было. Готовите надо тоже. Когда я здесь жил, было такое. И, конечно же, в такие праздники удивительный просад, столько милости. Вот это был такой праздник великий для Сарамба Матчари. А Мока ходил, не помогал, не служил. Просто наблюдал и молчал. Эти горы просада росли и росли. Росли эти горшки и рисы, и сладости, и солености, и всего на свете. И, наконец, пришел Читание Махапрабу. Сарамба Матчари просто забыл себя. Он пригласил, омыл стопы, он поклонился. Он просто был фэкстаз, задыхался, даже говорить не мог. Какие-то шлоки там новые пришли, он стал шлоки читать. В конце концов, положил вот такой лист банановый, как вот этот стол. Это был только рис. Ну и так далее. Там были сотни блюд, там не кончались никогда они. И Господь Читание сказал очень строго, что Сарамба Матчари. Что это такое? Я с Аняси. Я знаю, кто ты сказал, Сарамба Матчари. Все, хватит, здесь никого нет. Меня ты не обманешь, поэтому ешь. Я хочу тебя накормить. И вот несколько часов Сарамба Матчари с его супругой они служили. Только подносили. Господь Читание просто все это ел с большим удовольственным экстазом, потому что это бхакти. Он ел бхакти, а он может съесть бхакти сколько угодно. Бог может всю силенную проглотить. И вот тут-то в разгар этого блаженства и появилась вот эта тамоха. А-а-а, сказал он. Я слышал, слышал все это что-то. Едят эти с Аняси. Только этим и занимаются. Нужно чувство контролировать тут просада, чтобы накормить целую деревню вообще. Один с Аняси все это поглощает. Сарамба Матчари просто остолбенел. Вы знаете, как-то он забыл про эту Амоку. Вот такой несчастный случай. Это все в лицо Господу Читании. Сарамба Матчари не мог двигаться, не сказать ничего. Потом в конце концов пришел в себя, сходил какую-то палку нашел, побежал за Амокой. Старик. Амок, а молодой там, как-то он убежал куда-то там, не побил его Сарамба Матчари. Господь Читании смеялся, сидел. Радовался. А Сарамба Матчари пришел несчастный. Складя тебе пригласил в свой дом. А тебя здесь оскорбили. Я повинен в грехе. Мне лучше умереть. В моем доме ты получил оскорбление. Вот и все. Я от него причина. Я не проследил. Я забыл. Я потерял бдительность. Я умру. Господь Читании говорит Сарамба Матчари. Что ты? Я очень счастлив. У тебя столько любви. Ты такой великий. Преданный. Кришне. Этот Прасад спас мне жизнь. Что ты? Все хорошо. Он просто встал и ушел. И как только ушел в Читании Махабрабху. Сарамба Матчари совсем стало плохо. Он понял, что это оскорбление осталось. И он слышал его. Знаете, с уровня высоких бхакти это может быть трагичным. Может плохо кончится. Нужна чувствительность совсем другая. Бхакти. Это очень чувствительно. Не раскрывается сердце перед каждым. Если человек обладает бхактией. Это нужно беречь. С такими зависимыми людьми общаться вообще не стоит. Даже слушать их. Даже смотреть на них. Там столько скверные. Столько нечистоты. И он в конце концов сказал. Я проклинаю Мокку. Вот единственное, что я сейчас могу найти выход. Пусть он умрет. Он сказал. Браман. Сарамба Матчари. Пусть моя дочь останется вдовой. Он сказал. Вот так. И жена Сарамба Матчари сказала. Да. Я согласна. Пусть точно останется вдовой. Через два дня. В Амахи. Холера. Тут люди стали волноваться вокруг. А они слышали какой-то инцидент. Сарамба Матчари. Великая личность. Назал весь Джаганатхапури. И вся Арица. Все, что в доме произошло, стало сразу известным. Что же там произошло? Сарамба Матчари проклял своего собственного зятя. За что? А он критиковал читание Махапрабху. Как? Он слышал, что он очень много ест. Правда? Он что, много ел? А что? Он же прав. С одной стороны. Ну, как значит, прав? Вы понимаете? Читание Махапрабху похоже на обычный человек. Его нельзя так критиковать. Возможно, это сам Бог. Мы не знаем. Да как же быть? Что правильно? Что согласно правилам? Правильное замечание. И вот, начинаешь, не разберись, а просто. И в умах людей, и в уме Сарамба Матчари, все страдали. И Амоха лежал, умирал на спине от холеры. Ну, вот все вот к концу близилось. И вот тут появился Господь читание Махапрабху снова. В доме Сарамба Матчари. Все замолчали, опешили. Он просто прошел мимо всех, улыбаясь. В своем блаженстве, как всегда. И в полном умиротворении. Все же замерли, знаете, столбенели. На фоне всяких катаклизмов очень редко можно увидеть спокойного человека. Такого умиротворенного и счастливого, знаете. Он просто прошел мимо, как расплавленное золото. В комнату, где лежала Моха при смерти. Умираю. Он сел рядом с ним, положил руку ему на грудь и сказал, Моха, ты же браман. Как же ты позволил этому чандалу зависть проникнуть в твое сердце? Ты же браман. Моха сказал, да, да, я каюсь, так и есть. Но ты уже в сердце, я без помощи. Что мне с этим делать? Господь Таня очистил его сердце от неприкосновения. И когда сердце очистилось, конечно, от холеры и следа даже не осталось. Но главное, что Моха, когда открыл глаза, увидел, перед собой верховную личность Бога. Не просто какого-то соняясь. Он стал как сумасшедший, стал танцевать и петь. И плакать. И все вокруг тоже стали петь, танцевать и плакать. Потом вышли на улицу с органатов по реке, им присоединились миллионы людей. Стали все петь, танцевать и плакать. И весь город праздновал. А потом был пир. И никто никого не критиковал. Это вне гун материальной природы. Существование вне гун материальной природы – это реальность. А гун материальной природы – это иллюзорное существование. Вот если все поставить на свои места, мы сможем осознать Бога легко. Ну что уж легче? Разве трудно видеть свет солнца? Ну разве трудно это? Ну разве трудно видеть Кришну? Он и есть свет солнца. И свет луны тоже. Ну что тут трудного? Но почему люди сопротивляются? Вы пили воду – это вкус Кришны. Почему сопротивляетесь? Видите, он говорит об этом. Я вкус воды, свет солнца, луны – талант в человеке. И пищу перевариваю я, когда вы едите, я огонь пищеваряю. И жизненная сила в теле – тоже я праны. Как мы не видим Кришну? Если устранить зависть, мы сразу увидим все. Но нам нужен импульс. От Бога получить. Мы согласны, да, но вот я хочу от Бога прямо получить. Вот тогда я точно поверю. Хорошо. Хорошо. Но сначала нужно познакомиться с представителями и его представителями. А они уже нас ведут с ним. У него окружение. То есть я считаю, что нам нужен истинный духовный учитель или наставник, который обладает этим именно опытом служения, у которого тоже есть духовный учитель и наставник. Это знание передается под себе в учительской преемственности. С незапамятных времен. А на самом деле из сердца в сердце никакого времени для этого не нужно. Ни пространства, ни времени. Прямо сейчас. Прямо здесь. Из Бхагавадгиты. Это же духовное знание. Почему мы думаем, что это было когда-то пять тысяч лет назад и сейчас в другое время? Нет. Это всегда в настоящем находится. Время не влияет на это знание. Если мы, конечно, не покроем какими-то умственными рассуждениями и не запутаем все эти вещи. Прямой смысл того, что написано в этих шлоках. Кришна себе все рассказывает. Означает, он нам дает знания о потустороннем мире другого измерения. Это можно осознать, будучи человеком, получив человеческое рождение. И если вести к чему-то практичному с философского уровня, то в Якале нет другого пути, кроме воспевания Судового имени. Это подтверждается Писаниями. То, что установил Господь читание Маха Прабу. И то, что распространяется сейчас по всему миру, как лесной пожар. Харри Кришна Маха Мантра. Кто это уже не знает? Куда бы ни поехали в Индию, или по России, или по миру. А, Харри Кришна, знаем, слышали. А, Харри Кришна, Харри Кришна. Распространяется, как лесной пожар. Но суть в том, что нужно получить это по цепи преемственности изверного источника, чтобы это работало. Мантра. Мантра, она освобождает, если передана правильным образом. Если мы получили контакт, все произойдет. Поэтому есть посвящение, есть практика, регулирующие принципы, чтобы поддерживать свое сознание в чистоте, ум, чувство, тело. И освободиться от влияния гуноматерины на природу полностью. Святое имя, оно чисто, трансцендентно. Если мы воспеваем собственным языком, трансцендентные имена, звуки, мы соприкасаемся непосредственно с трансцендентным сознанием. Контакт называется. Прямой сакшатхари, непосредственный контакт. Вот это очень важно. Вот если кто-то хочет непосредственно общаться с Богом, то вот метод. Вяккали. Хареи Кришна, Хареи Кришна, 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 Хареи, Хареи Рама, Хареи Рама, 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 Хареи. Но нужно избегать десяти ошибок. Первое. Нельзя оскорблять преданное, которое посвятили свою жизнь воспеванию Судового имени и распространению Его славы. Второе. Нельзя считать великих полубогов равными или независимыми от имени Господа Вишны или Кришны. Третье. Оскорбление. Нельзя не подчиняться наставлениям духовного учителя. Четвертое. Нельзя критиковать и поносить священные книги, любые священные писания. Пятое. Нельзя интерпретировать на свой лад значение Святого имени. Шестое. Нельзя думать, что слава и могущество Святого имени преувеличены. Седьмое. Оскорбление. Совершать грехи в надежде на очищающую силу Святого имени. Восьмое. Считать, что воспевание Хареи Кришна Махамантры одно из благоприятных ритуальных действий, описано в разделе Карма Канда. Ритуальное благоприятное действие ради материального благополучия или материального процветания. Еще одно оскорбление. Девятое оскорбление. Раскрывать глубокие тайные моменты славы Святого имени верующим людям. И десятое оскорбление. Сохранять материальные привязанности сознательно, даже выслушав множество наставлений на этот счет. Эти десять препятствий серьезны. И нужно время и терпение и смирение, чтобы постепенно освободиться от этих склонностей. Эти склонности есть у каждого человека. У каждого условного души. Склонность к оскорблениям есть у всех. Склонность к беззаконию есть у каждого человека. Вот освободиться от них нужно время. Как? Внимательно практикуя эту мантру. Каждый день. Если человек получает посвящение, то каждый день выполняет свою норму. 16 кругов минимум. И старается он борется с умом. Внимательно это делать. Ум убегает, мы возвращаем. Убегает, возвращаем. И постепенно мы овладеваем этой практикой. Ежедневная практика. Это называется посвящение. В этом случае Ачария гарантирует успех. Это Александр из Санкт-Петербурга. Видите? Знаете его хорошо. Он давно уже преданный. Сколько лет? 20 лет уже преданный. Видите? Нет никаких сомнений. Он живет для того, чтобы достичь этой цели. Осознание гречной любви к Богу. И сама инициация была в Конаково несколько дней назад. Была большая группа преданных. Заочно здесь. Мы можем сейчас выслушать обеты. Александр, можно микрофон произнести. Какие принципы соблюдать? Я обещаю до конца дней своих пребывания в этом теле. Регулярно, каждый день повторять минимум 16 кругов Харе Кришна Махамантры. И соблюдать 4 регулирующих принципа. Это не есть рыба, мясо, яйца. Не употреблять дурманирующие средства. Табакокурение, алкоголь, кофе, чай, какао, шоколадки. Не заниматься азартными играми и не вступать в незаконные сексуальные отношения. Все правильно? Все подтверждают? Авторитетно? Все, овощна вы счастливы. Обеты хорошие. Спасибо. Теперь имя. Имя было дано. Адошадаршадас. Что означает «тот, кто ни в ком не видит никаких недостатков». Адошадаршадаски. Новое рождение, считается, так начинается наша духовная жизнь. Можете громче, чтобы запомнил этот день. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо всем большое за поддержку. В Санкт-Петербурге нет зависти, поэтому все счастливы. А сейчас у нас концерт по случаю праздника. Все готовы? Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ОТ police. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 А вы можете вспомнить тот первый баджан? Спасибо. Спасибо. Хареи, хареи. Хареи, хареи, хареи. Мы сможем, да? Субтитры делал DimaTorzok Можно играть? Баджин о покорности и предании себя Господу. Субтитры делал DimaTorzok В очревах миллионов матерей Я теперь нашел прибежище в Тебе. Будь же милослив, явив Свою Божественную силу, Спаси эту несчастную душу. О, возлюбленный Радхи! Ты причина Вселенной и ее жизнь. Все, что мы имеем, мы имеем лишь по Твоей милости. Ты властелин миров, И Ты приносишь миру только благо. О, Господь, где я найду себе прибежище, Если Ты отвергнешь меня? Я твердо знаю, что кроме Тебя В этом мире нет никого, Кто мог бы спасти этого падшего слугу. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Именно Майя она может привлечь. На самом деле Кришна привлекает. Майя пользуется этой энергией Кришны, поэтому она привлекательна. И в сознании Кришны означает, что мы видим привлекательность, но отделяем ее от Майи, от иллюзорной энергии. Так же, как, например, мы видим отражение, и по отражению понимаем, что есть оригинал. Это в сознании Кришны. Совершенно верно. То есть мы можем привлечься чем-то изумительным, прекрасным, думая, что это Кришна, но это может просто Майя быть. Так это работает. Поэтому необходимо знание. Видеть можно знанием. Глаза не все видят. Ум не все понимает. Поэтому веды даются. Сквозь призму вед мы можем видеть, что правильно, что неправильно. Через правила предписания вед. Так же садху, которые живут согласно ведам, можно видеть, что их опыт уникален, прекрасен. Они так же могут практически показать им, что правильно, что неправильно, то, что написано в шастрах. И есть так же гуру, который дает наставление из вне и изнутри, как из сердца. Вот эти три фактора помогают нам не запутаться. Париж, спасибо огромное за лекцию. У меня возник такой вопрос. Вы говорили, что Брама в определенный момент расстраивался в том, что у него были внутри чувства зависти. Означает ли это, что только признавшись в том, что у нас есть чувство зависти, мы начнем прогрессировать? Потом присутствует сам Господь читания, на котором, по Его милости, получилось очистить сердце. А как поступать нам? Как нам очистить сердце от этой зависти? Точно так же. Мы обращаемся к Господу читания. Мы это уже делаем. Но десятое оскорбление, которое мы упомянули, означает, что мы сохраняем это, даже выслушав наставление. В этом может быть трудность. То есть лекарство есть, есть метод, есть диета, все есть. Есть врач, все есть у нас. Но как мы будем принимать это лекарство, от нас зависит. Вовремя, дозу. Тоже важно, чтобы мы к этому серьезно начались. Метод авторитетный. Лекарство авторитетное. Но скажите честно, что вы можете, чем вы можете заменить Харьи Кришна Мухаммана? Чем? Вы увидите, что в свое время вы не найдете ничего, что может было рядом поставить или выше. Нет, это авторитетное. Но вот так же требуется определенная серьезность. А вы говорили, что для каждого в мире есть своя приманка, чтобы остаться в этом мире. И для всех одна и та же мужчины и женщины или могут быть разнообразные приманки? Разные женщины, их много может быть. У всех форма жизни есть мужчины и женщины. Если была бы одна женщина, было бы легче, поругался и все. И расстался. Но человек идет к следующей женщине, к следующему мужчине и это продолжается вечно. Человек разочаровался, скажем, какой-то женщине, семейной жизни. Но продолжает снова искать, снова искать, снова искать. Ресурсы мои, неочерпаемые. Экопатни врата, Господь Рамачанр дал наставление иметь только одну жену, не искать больше ничего. Для духовного совершенства человек принимает жену или мужа. Для этой цели именно. Для того, чтобы перебирать друг друга все эти жизни. Гидра? Гидра? Отпочковывается. Разочаровавшаяся какая-то гидра. Она и мужчина, и женщина в себе совмещает и очень гордится этим. Поэтому стала гидрой. В наше время сейчас даже трудно понять, кто мужчина, кто женщина бывает. Такое сложное время. Да? Харе Кришна, спасибо за лекцию. Когда соприкасаешься с Нейшей Гунной в виде гнева, то есть, когда по отношению к тебе, на тебя гневаются, как правильно к этому относиться, чтобы в ответ гнев не возникал? Как? Реагировать на гнев? Причина гнева какая. Например, если человек обучает и гневается на ученика, значит, он должен услышать просто, и гнев пройдет. Принять наставление, и гнев пройдет. Если же имейте дело со слепым агрессором, с завистником, который ненавидит вас, вы должны покинуть это место немедленно. Есть разные обстоятельства, по-разному реагировать можно. В лекциях вы говорите о том, что Земля плоская. Почему так важно говорить об этом? Да, не важно, плоская или круглая. Прабхупад сказал, что там, где я хожу, она плоская. Так он сказал. Мы можем вот так к этому практически отнестись, и можно остановиться, потому что споры могут быть вечные. Сейчас уже люди опять спорят, в науке опять какой-то раскол. Есть плоскоземельники, круглоземельники уже появляются. Опять люди сомневаются в науке. Но почему? Если посмотреть внимательно их настроение, на самом деле за этим есть причина недоверия к современной науке. Они ищут альтернативу. Ищут, ну, конечно, много они говорят разных вещей, может быть и сами запутываются, но суть в том, что люди друг другу в области науки тоже не доверяют. Видите, какая основа науки? Вера должна быть во что-то. Если нет Бога, то что мы будем? Во что мы будем? Плоскую землю, круглую землю? Как мы решим все эти вопросы? Невозможно. Здесь говорится в Бхагавадгите, что Бог в другом измерении находится. И как с того измерения Он видит этот мир? Описано в Ведах. Но мы находимся в этом измерении, гун, и мы видим вот так. И, собственно говоря, даже и не видим толком, почему эти споры разгорелись о том, какая форма земли, потому что обнаружили, что эти фотографии нас планеты, земля, подделка. Вот и люди из этого недоверяют, они в сердцах начинают говорить, и на что они опираются? На Веды. Один из них так и сказал, почему, спросили вы, думаете, что утверждать, что недоплоска, на каком основе Ведах это написано? Но видите, другого источника нет. Нет, потому что мы не можем постичь умом даже вот такие простые вещи, на которых мы находимся. Даже себя постичь не можем. Мы беспомощно оказались сейчас вот в области науки, тоже, и истории, астрономии, самоосознание, беспомощны. Ноль. Мы приходим к тому, что мы ничего не знаем опять. Мы живем в невежестве. И что интересно, вот 50-летие искон сейчас у нас празднуется в Москве. Пропадов сказал, 50 лет назад, когда его спросили об этом, сколько еще наука будет обманывать людей? Он сказал, в ближайшие 50 лет разоблачится обман. Он предсказал вот то, что сейчас происходит. Куда люди повернутся, в какую сторону? Где источник знания? Где? Где это написано? Только в ветах. Больше нигде. Можно принимать, можно не принимать, но другого источника нет. А сейчас микрофон передадут вам. Сейчас микрофон будет. Спасибо большое за лекцию. Очень интересно. Вот если гневается ваша мать, например, на вас, или взрослый сын, или дочь, вот как надо себя вести в таком случае? Да, это опять же вопрос о гневе. Вот только что мы, обсуждали эту тему? Но гнев применим, с пользой, для обучения, допустим. Мать гневается на детей. Может быть, она хочет научить чему-то. Нет, а если не права? А не важно. Она просто хочет чему-то научить, чтобы ее поняли. Нужно выслушать ее. И промолчать, и все, да? Если вы хотите, скажем, успокоить человека, должны просто выслушать его. И он успокоится. Вот сначала нужно этот шаг сделать. Когда успокоится человек, потом можете что-то к этому добавлять позже. Если мы не выслушиваем человека, он продолжает гневаться, кричать, на крик переход, чтобы его услышали. То есть, его задача, чтобы его услышали. А мы выслушиваем человека до конца. Не важно, прав он, не прав, мы его слушаем до конца. И вот это искусство слушать, оно приводит к тому, что люди сами понимают, что они неправы. Сами, сами говорят, говорят, и в конце концов, сами же делают такой вывод, и они спокойны, успокаиваются. А как насчет на того, чтобы попинуть это место, как вы сказали? Когда агрессия? Когда агрессия, лучше оскорбление, агрессия, когда уже что-то разрушительное. Например, вот твой сын, или дочь, как так быть тогда? То есть, покинуть и с ними больше не общаться или что? Наверное, нужно тут решать как-то по-другому вопросу. Не таким образом. Нужно повторять хранистичную маха мантру в это время. Громко. То есть, нужно как бы к Богу обратиться в этом случае. Между людьми нет решения конфликта. Если один в гневе, другой в гневе, если один в невежестве, другой в невежестве, решения нет. Понимаете, в чем проблема? Между людьми мы не можем найти решения. Никто. Ни политики, ни семейные люди. То есть, без Бога нет решений. Кто-то должен делать шаг в эту сторону. Святой человек может спасти свою семью, говорится. Спасибо. Получается, что существование вне гун материальной природы это природа божественной любви и взаимоотношений с Богом преданными. Да, как научиться видеть глазами шастер. Первое, нужно читать книги Шилл-Правопады. Регулярно, каждый день нужно читать и обращаться к книгам Прабопады. Слушать лекции и встать на путь самоосознания. Давайте разберемся, в какой гуне пребывает наш ум. Сейчас, или по утрам, или ночью, или во время работы. То есть, в разных обстоятельствах эти гуны по-разному проявляются. Вот в этих обстоятельствах начинаю себя сознавать. Вот так кажется, когда я работаю, я стремлюсь к карьере, я не знал этого. А когда появляются деньги, у меня появляется жадность. Я тоже не знал об этом. Как-то не думал. А когда я смотрю на противоположный пол, у меня есть желание, хотя в этом нет необходимости. И вот в этих обстоятельствах мы постигаем свои гуны природы. Если повторяем святые имена, здесь медитация. Если не будет медитации, не будет связи с трансцендентным, мы не сможем поймать эту иллюзию. Я не могу признать, что я жадный в этом случае. Я не могу признать каких-то других недостатков. Я не вижу этого. Почему мне этого говорить? Я что, хуже других, что ли? Потому что нет связи, и тогда на что опираться? Ведь нужна точка опоры. На что опираться? Бог – это точка опоры. Высшая нравственность – это Бог. Высшая философия – это Бог. Высший закон – это Бог. Если мы находим точку опоры, появляется какая-то ясность в жизни. Вот я вижу, что я отклоняюсь, не соответствую. Так я с Божественной себя сравниваю, медитирую на святые имена, и появляется точка опоры. Я могу принимать правильное решение, могу начинать видеть себя. И с той стороны, с плохой, и с хорошей стороны. Правильно? И так, и так. С какого момента гуны материальной природы перестают влиять на преданного? С того момента, как он становится преданным? Есть кандидаты в Айшнавы, есть уже утвердившиеся в Айшнавы. Но скажу одну интересную вещь. Не совсем все так. Потому что мы говорим сейчас не о преданном, а об обществе преданное говорим. Поэтому немножко другой пример. Пример мне понравился, очень хороший пример, который привел Радонат Махарадж, он рассказал историю, повторял его множество раз. Когда он был в Америке, он увидел лес из Секвой, помните этот пример? Это гигантские деревья, их много тысяч лет. И при этом эти деревья, они растут в зоне ураганов. Эти гигантские деревья, они устойчивы, хотя они имеют глубоких корней. И вот этот интересный момент, он говорит, что эти деревья, они сплетаются корнями все вместе. То есть, таким образом, невозможно весь лес опрокинуть никакому урагану. Если какое-то маленькое дерево появляется, начинает расти, сразу же все соседние деревья тянут туда корни и поддерживают его. Вот так они взаимодействуют. Вот такой пример нужно привести с обществом преданных, потому что начинающие преданные в одиночестве не достигнут совершенства. Сейчас. Это ураган, в котором мы живем, Калиюги. Снесет просто. Вот этот город, он живет в других гунах. Любой город. Это низший гуны город. Благость, это, скажем, лес, деревня, вот там более благостные условия жизни. Но город, это низший гуны, поэтому, если мы будем в одиночестве, нам будет очень сложно, крайне трудно. Но если у нас есть посвящение, есть наставничество, то есть поддержка, есть общение, мы станем сильными, и мы эти корни можем сплести вместе, и тогда никакая сила нас не прокинет. Пропад создал общество преданных. На высших планетах тоже работает гуна невежества, или она только у нас и ниже. Нет, нет. Гуна невежества это основа всей материальной вселенной. А, сверху донизу. Абрама Буванал Локапу Нараварти Норжуна означает, что от высшей планеты до низшей это место и вдоль страдания. В Шримад Бхагава там, Кришна Удави рассказал об этом, эту тайну. Есть одна интересная тайна. Веды, когда обращаются к материалистам, материалисты не примут Бога. по качеству материалистичному трудно осознать это. Но он хочет улучшить свое существование вплоть до высших райских планет. И Веды открывают ему эту райскую планету путь туда. Кармаканда раздел называется. Как достичь высших планетных систем. Развив определенные отношения и сознание тоже. Но в Гиде Кришна намекает, что эти планеты тоже доль страданий. Коротко говоря. Аудфин говорит подробно, что количество страданий и наслаждений одинаково. Что здесь, что в раю. Даже Удова не может понять, о чем говорит Господь Кришна. Как такое может быть? Ведь он называет, что вот это привлечение к райским планетам это фантасмагория. Это иллюзия. Там, конечно, есть наслаждение выше, но и страдания тоньше. Он говорит, они уравновешиваются в той степени. Прямо пропорционально. Можно привести пример, если вы просто в простой какой-нибудь одежде, в лаптях. Ну, порвался лапоть, вы особенно не переживаете. Но если на вас туфли здесь 10 тысяч долларов, не знаю, там, лакированный, там, из черепашьей кожи какой-нибудь. Вы переживаете больше, не так ли? Вы наслаждаетесь больше, переживаете больше. Поэтому уравновешивается. Если вы на телеге попали в аварию, сменили там оглоблю какую-нибудь, или ой, поехали дальше. Но если кто-то подсадил, наслаждал гвоздем на вашей мерсетезе, слово какое-нибудь, вы страдаете гораздо больше. Хотя Кришна говорит, одинаково, удхава, одинаково. Это фотосмагория. Веды неадекватны, потому что люди материалистичны. Они дают им эту ловушку, то есть какой-то способ возвысится тоже. Но на самом деле они не освобождаются от страдания. Даже попав на высший планет, они тоже временные высшие планеты. Даже жизнь брама временна. И даже, если сказать честно, кратковременно. Это в нашем понятии, что это практически бесконечно брама живет. Нет? С точки зрения высшей планеты кратковременно, кратковременно. Я узнал одну интересную новость от пчеловода, что пчела живет там около 30 дней, меньше. Все. Они умирают постоянно, рождаются, умирают постоянно. Кратковременно, но они живут свои 100 лет. Для них это срок жизни. Жизнь вся, они все успевают сделать, там родиться, семьей завестись, отработать все, что нужно. И внуков воспитать тоже. Они успевают все это сделать. Они рождаются, одна за другой умирают в нашем видении. но у них это жизнь. Такова иллюзия, мощь. А нам кажется, что райские планеты, долгая жизнь, счастье, фантасмагория, Кришны, нет погладить. Они должны слишком этому доверять. Это для материалистов. Что самое главное в освященном браке? Не что, а кто? Кришна, главный в освященном браке. Кто освящает брак? Кришна. Самое главное, другими словами, не заводить семью для себя. Семья существует для Бога. А если кто-то не хочет для Бога, то он может жить как угодно. Но это уже не семья. Спасибо большое, что всегда нам отвечаете на вопросы и подводите нас к цели. У меня два вопроса. Первый в Шримад Багутам Шива Прапупада написал, что Брахман это тот, кто опознал Браман, а Вайшнав это тот, кто постиг абсолютную истину. И почему мы называем себя Вайшнавами и преданными, если мы не достигли какого-то уровня? Да, да. Можно так сказать. Что человек уже ученый, если он кандидат наук или работает, трудится в этом направлении. Они уже говорят, что это как ученый. То есть пройдет немного времени и процесс его сделает ученым. Также мы говорим Вайшнавы в процессе. Поэтому пока в процессе можно называть друг друга Вайшнавой. Второй вопрос. Ну он не авторитетный, я просто слышал, что Махадев вот то, что он как сострадательная форма Кришны, который пришел в материальный мир. И то, что у него колокольчики, вот это любимые коровы его. И он приходит иногда как, ну пытался там Лила какая-то была, что он хотел быть гопи и посмотреть вот на раз Лилу. Это не авторитетно? Да, он хотел быть гопи. Посмотреть на раз Лилу. Да, Господь Шива. Действует так. А все хотят увидеть? Потому что это высшая раса, высшая Лила в духовном мире. Есть такая история, да. Правда ли, что когда даже вы еще работали, вы уже повторяли 64 круга Маха-мантры? Да, правда. Я повторял 64 круга Маха-мантры в течение одного месяца. Потом мне запретили это делать. преданные запретили. Знаете, кто в этом виноват? Да, Гасая Маха-мантры на самом деле. Ну, он мне объяснил, почему не нужно это делать. То есть, это неплохо, если хотите, повторяйте. Но, если вы будете повторять 64 круга Мантры, у вас не останется времени, что другое. Не очень практично. Например, семейный человек, то иногда вы можете, скажем, в Экадаши это можно, в какие-то дни. Хорошо, я до сих пор в какие-то дни это делаю. А постоянно у нас много служения, деятельности, это нужно тоже успеть все выполнить. Это тоже как продолжение Маха-мантры служения необходимое. И, конечно же, я не был квалифицирован, что повторяешь 64 круга Мантры. Тем не менее, я увидел чудеса. Я и хорошо помню, что это чудеса. Я увидел собственными глазами, как работает карма и реинкарнация. Когда шел по улице и повторял Мантру, я смотрел на людей и увидел, на самом деле, что происходит. И знаете, что мне было, от чего грустно стало? То, что люди-то не знают вообще об этом ни шанса нет вообще понять, что происходит. И когда я такие реализации получил, я почувствовал, что я уже освобожденная душа. Приятного раза беспокоились. Пытались остановить мои 64 круга Мантры, но я не поддавался. У меня были также защитники, партии образовались. Мне было приятно, что я создаю раскол в центре внимания. Я был уверен, что ничего плохого нет, что я повторяю столько кругов Мантры, чем больше, тем лучше. Вообще, как Харидас Лакур нужно жить, не так ли? Ну, я же был неофитом тогда. Но они беспокоились, что гордость растет. Я никого не слушаю, потому что там между ними тоже споры были. И тогда переехал в один отправу, и они к нему обратились, все, кто были против. сказали, у нас тут проблема, у нас тут один начинающий, вот уже повторяешь четыре группы мантры, и мы не можем восстановить. И мы чувствуем как-то не к лучшему, не к добру. И мы с ним гуляли где-то, о чем-то говорили, и он спросил, я слышал, ты повторяешь себя четыре группы мантры. Я говорю, да. Говорит, не нужно, не обязательно не нужно сделать. И меня как-то это убедило, я так спокойно все это было. Говорю, ну хорошо, мне еще легче будет потом. А жена не была против, но сказала однажды, ну мне кажется, что все-таки это уход от жизни. У тебя ни на что времени не сдается. Конечно, я поднимался в три утра примерно, где-то, нет, где-то около четырех наверное, да. И до завтрака я посмотрел 16 кругов уже. Так, первые. Потом я шел на работу пешком специально. Пешком, значит, это еще я повторял кругов 8-9 по дороге. В обеденный перерыв на работе я еще повторял 16 кругов. С работы еще шел 8 кругов. И перед сном оставшиеся. И так каждый день, каждый день, каждый день, каждый день. И конечно, чудеса происходили каждый день. Потому что я приходил на работу и повторял мантру там. Мне нужно было повторить, то есть даже если начальство, что-то еще, я все равно повторяю мантру. Мне дали отдельный кабинет, потому что видели, что у меня мантра. Правда, правда. Ну, они подумали, что я чуть-чуть странный, конечно, но работу хорошо выполняет, очень хорошо выполняет работу. Пусть делает, что хочет. если я кому-то был нужный начальство, начальник ко мне сам приходил, открывал дверь, если видел, что я повторяю мантру, закрыл дверь и уходил. Почему-то вот так ко мне относились все это время. И успевал сделать всю работу, которая была возложена, я успевал сделать за 2-3 часа. На самом деле. Я также понял, что люди просто все в тамосе, они растягивают эту работу, там то перекур, то у них там ссоры, то у них там еще что-нибудь. Оказывается, все это можно делать 2-3 часа и все. Ну 4 максимума в день можно работать. Если эффективно. И я почувствовал себя превосходством и на работе, и дома, и среди преданных. То есть такая тенденция стала развиваться. А потом я перестал это делать по совету старших уже наконец. Был опыт такой. Кто-то выказываешь повторяющие три круга мантры здесь? Поднимите руки. В вакадаши кто-то повторяет четыре круга мантры? Бывает? Иногда? 50 кто-то повторяет в вакадаши? 32? Вот 32 уже есть. 32 уже повторяют. Но в Петербурге вначале мы не повторяли 16 кругов. Все повторяли больше. 32 25 50 повторяли практически все. Старились как можно больше повторять. 16 кругов это был минимум. Поэтому мы создали очень сильное движение из нескольких человек. К нам пришла одна лекция в то время из-за рубежа одного духовного учителя. И он привел пример истории викингов, которые захватили весь север Англии. Там было всего 17 человек, я не помню. Несколько человек. все. Это пример из истории, что 17 викингов захватили весь север Англии. Как вы спросите? Ответ там есть в истории. Они сражались каждый день с утра до вечера. Они сделали. Вот такая решимость. Что касается мантры, цель достижима, но веда говорится. Необходима решимость. Въява святмика будхи. Дело в уме. Если он средоточен на одном, цель достижима. Если он раз средоточен, труднее. Главным образом, это качество решимости приложимо к мужской стороне мужчины. Женщины автоматически к этому идут, если мужчины идут, автоматически приходят к этому. Но если мы хотим улучшить джапу, мужчины должны стать решительными в обществе. Первые. Пораньше подниматься и повторять очень внимательно. Это сделать своей постоянной практикой. Вы уверите, что произойдут чудеса, развитие будет бурным, настоящим. Энергия падет. Сознание это огромное энергия. Сейчас просто спит в этом теле, борется с чувствами, с умом. Душа очень могущественна. Один человек может очень много сделать в сознании Кришны. Два не знаю, что они могут сделать. А нас здесь сколько? Достаточно, чтобы за 18 дней завоевать мир Барупада говорил. Это для мужчин информация. Когда перестал, почувствовал, что время больше стало. Я почувствовал, что правы были предны, что нужно уделять время еще деятельности, служению, семье, работе. Но просто я отнесся еще лучше к 16 кругам, мне это помогло. После 64 кругов, 16 кругов очень легко прочитать. Вы не заметите даже. Время вопросов вышло. Спасибо большое. Продолжение следует... love че, че! Продолжение следует...